Коллеги, рядом со мной Наталья Назарова, Институт предпринимательства и экономики. Спикер нашей деловой сессии. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не только спикером были сегодня интересны, вы были модератором нашей сессии. Давайте поподробнее, пожалуйста, о теме. Да. Тема нашей сессии была «Государство плюс бизнес. Знака вопроса. Решение в условиях неопределенности». Мы ставили для себя задачу определить, а какие в сегодняшних серьезных давлениях, оказыванных на экономику, даже можно сказать не просто на бизнес, а на экономику России, необходимы меры, какая модель взаимодействия между бизнесом и властью должна быть выстроена. У нас на площадке были приглашены как представители власти, законодательные, исполнительные органы власти, так и, конечно, бизнес, представители малого, среднего бизнеса, крупного бизнеса. Мы попытались услышать, какие задачи перед собой видит власть и какие задачи ставил или запросы ставит бизнес перед властью, какой форма диалога и коммуникации должна быть выстроена. Как сказал один из спикеров у нас на площадке, ну, мы ищем сферического коня. Но, вакууме, да. Но, тем не менее, мне кажется, в этом как раз и есть потребность. Мы понимали, что, возможно, мы задаем некие риторические вопросы, но через это мы хотели найти ту золотую середину, которая необходима именно в сегодняшнем моменте. И могу сказать, что было приятно определить для себя, что опасения по поводу давления, которое будет сейчас оказываться с Адамбизнесом, по поводу административного регулирования, по поводу того, что государство будет не слышать бизнес, они, ну, во всяком случае, во время площадки не оправдались. Было ощущение, что уже создалась устойчивая модель взаимодействия между властью и бизнесом. Да, в ближайшее время будет нелегко, будет очень много вызовов, будет много трудностей, но, тем не менее, диалог есть, он не идеальный. И как раз мы на площадке проговорили о том, какой он должен быть сейчас и какие механизмы должны быть предприняты. В споре рождается истина. Вот сегодня во время вашей сессии были найдены какие-то векторы развития или были только обозначены точки роста, над которыми еще стоит работать? Ну, наверное, один из, несколько было векторов развития, которые я, как модератор, услышала. Первое – это необходимости самому бизнесу объединяться, чтобы власть слышала его. И, возможно, даже выращивать свой уровень профессионализма для коммуникации, необходимости поиска совместного словаря, как, опять же, один из участников обозначил. Второе – это такой баланс участия на площадках, когда важно, чтобы во время диалога всегда были представители и бизнеса, и власти, и в том числе не было перекоса, например, только исполнительной власти или только сгонодательной власти. Ну, и третье важное, наверное, это готовность к открытому диалогу и понимание того, что сейчас нужны иногда быстрые решения, быстрые меры и готовность, наверное, реагировать неконфликтно в каких-то ситуациях, что с одной, что с другой стороны. Спасибо большое. Осталось только держать кулачки и пожелать вам удачи в вашей работе. Спасибо. 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 Спасибо.